Приветствую, друзья! Некоторых, уверен, смутило название. Почему именно беспроводной ЦАП с возможностью проводного подключения, а не наоборот? Потерпите, обо всем узнаете из этого обзора. Ну а коротко хочется подсветить полноценный выделенный чип ESS ES9038Q2M, Qualcomm CSR8675 с APTX HDL-кодеками и возможность питания устройства от вообще любого USB-порта. Собственно, о нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел ЦАП в какой-то уж совсем крохотной картонной коробке. Внутри я нашел только сам аппарат, антенну к нему и такой метровый Type-C кабель для питания. Больше ничего не было, даже инструкции нас обделили. Корпус у DAC A4 полностью здесь металлический, с четырьмя силиконными ножками для лучшей фиксации с поверхностью стола. Входов здесь два. Bluetooth со всеми вот этими крутейшими кодеками и непосредственно USB. А вот в качестве выхода, помимо классического RC и 3.5 для наушников, мы еще и получаем цифровой коаксиал. То есть аппарат может работать в режиме трансмиттера, передавая на внешний ЦАП чисто цифровой поток. Согласитесь, очень интересная особенность. На передней части красуется тумблер включения, индикаторный светодиод и классический регулятор уровня сигнала. Вращается он приятно, так плавно, с небольшим сопротивлением. Светодиод тут тоже непрост. Он горит зеленым при подключении по Bluetooth, а может еще белым и желтым, в зависимости от качества сигнала. При подключении по ПК у меня он постоянно мигает, вероятно, нацелен исключительно на беспроводное соединение. Разобрать девайс в принципе очень просто. Для начала, снимаем регулятор уровня и под ним выкручиваем фиксирующую гайку, а затем откручиваем два винта спереди и два сзади. В результате плата выезжает на салазках. На ней все как и обещано. Qualcomm CSR8675, ESS ES9038Q2M и два сменных операционника NE5532. Посмотрели, заменили усилитель, если нужно, и собираем все в обратном порядке. Пользоваться же DACA4 предельно просто. К выходам подключаем наушники, усилитель или активную акустику. А на Type-C либо просто подаем питание, если планируем использовать по Bluetooth, ну или подключаем к компьютеру в качестве проводного ЦАПа. Вот тут есть одна очень любопытная особенность. Если подключать ЦАП к компьютеру, то он может работать и по Bluetooth, и по проводу с приоритетом на Bluetooth. То есть, когда мы отключаем соединение на смартфоне, ЦАП автоматически продолжает работать, как внешняя звуковая карта с компьютером. Кому-то это может быть очень удобно. По наушникам скажу так, для каких-то чувствительных моделей громкости тут с хорошим запасом, но что-то тугое я бы сюда подключать не стал. Думаю, 100 Ом как максимум. Зато фон при работе чистый, да и корпус практически не греется. Сигнал, к слову, идет сразу во все стороны и в случае RCA не зависит от положения регулятора. Драйвера под Windows 10 аппарат подтягивает автоматически, причем максимальное качество по проводу ограничивается 16 бит 48 кГц. Это и есть тот нюанс, из-за которого я назвал ЦАП беспроводным с функцией проводного подключения, поскольку последняя здесь менее качественная, чем Bluetooth, где, напомню, поддерживаются APTX HD и LDAC кодеки. То есть по проводу работает, но это больше опция, поскольку USB-чип сильно режет возможности чипа ESS. Экономия такая. Видимо, производитель делает ставку только на беспровод. Хотя с Android девайс тоже работает без проблем, если вдруг это кому нужно. Питается ЦАП довольно умеренно, на 5 вольт всего 0.218 Ампер. Не рекорд, конечно, но только ему хватит вообще от любого USB порта. Замеры по Bluetooth оказались чуть проще, чем по проводу. И если для первых есть хоть какие-то объяснения, все современные кодеки работают с потерями, то проводное подключение ограничено лишь качеством установленного сюда чипа. Оттого рассматривать я предлагаю лишь измерения, сделанные по беспроводному LDAC кодеку. Ну а для проводов приложу сводную таблицу, дабы можно было сравнить эти два результата. В любом случае общая оценка тут очень хорошо. АЧХ прекрасна. Шумы и динамический диапазон тоже в норме. Подвели только гармонические искажения, которые превышают в одном месте уровень минус 90 дБ. Криминала тут, конечно, никакого нет, ну и радоваться особо нечему. Зато вот с интермодуляционными искажениями, похоже, все в порядке. Суммарно нормальный, как для своего сегмента, получился результат. Звучанием же DACA4 отличается в зависимости от типа подключения. Если коротко, то APTX звук оказался проще всего. Как-то все чуток мутно и простовато. APTX HD уже заметно лучше, но все равно детализация сильно скрадывается, переводя звук в раздел музыкального. И это именно действие кодека. Лучше всего, на мой взгляд, отыграл LDAC с максимальным качеством. Тут все было чистенько, ровненько, прямо как по проводу. Только вот высокие вместо свистящих звуков выдают шипящие. То есть вместо S, Щ или Ш. В хороших наушниках это очень даже слышно и прямо бьет по ушам. Возможно, это особенность реализации чипа Qualcomm CSR8675, но я рассказываю то, что услышал. По LDAC пользоваться вполне можно. Желательно только выбирать относительно темные наушники, чтобы высокие не выходили на передний план. Ну или выбрать APTX HD и, махнув рукой на детализацию, подпевать или просто пуститься в пляс. Самое же лучшее звучание было по проводу. Вот там все четко, чисто и драйвово, с хорошим уклоном в техничность и проработку нюансов. Но, как я уже сказал выше, используемый тут USB-чип умеет максимум 16 бит, 48 кГц. То есть, конечно, можно, но только зачем? Достоинством могу занести еще то, что при использовании кодека LDAC реально получить агрессивное резкое звучание, а при переключении на APTX уже сочное, музыкальное и очень певучее. Как говорится, звук на любой вкус. Ну и как следствие, для APTX и APTX HD операционники лучше не менять. Более мягкий звук, смягченный еще и беспроводным кодеком, может привести к эффекту ватности. Вот как оно есть, отлично. Хороший выбор. Для LDAC же можно попробовать установить сюда AD826, который насытит низкие частоты и тем самым сместит фокус с верхов. Станет намного приятнее. В плане наушников все из моей коллекции спелись с APTX отлично. Стилистически тоже особо вопросов нет, но со скидкой на работу аудиокодеков. А так играет аппарат в свой прайс довольно таки хорошо. Никаких лишних упрощений в звучании я не заметил. Тембры четкие, объемные, но может только капельку, обделенные по массе. Присутствует небольшая такая легкость в звучании. Но бас собранный, текстурный, серединка объемная в меру мелодичная, без сухости и нейтральной отстраненности. О высоких я уже сказал, в случае Bluetooth их лучше прижать наушниками или эквалайзером. Там всегда самые большие потери информации. Причем заметьте, я ругал не устройства, а Bluetooth кодеки как таковые. С самим AIMA DACA4 все просто превосходно. Хорошо, интересно поет, есть куча любопытных возможностей и очень неплохие измерения. Подводя итоги, беспроводной ЦАП с функцией проводного подключения AIMA DACA4 оставил после себя немного спорные впечатления. Вроде бы как у нас в руках ЦАП с неплохими измерениями, который может работать даже от повербанка, причем делать это довольно долго. Умеет играть как по кабелю, так и по Bluetooth с самыми передовыми кодеками. Более того, он способен передавать цифровой сигнал дальше по коаксиалу. Отличный выделенный ЦАП внутри ESS, достойный чип от Qualcomm на Bluetooth и целых 2 сменных операционных усилителя. И все это накладывается на весьма скромные возможности установленного внутри USB-чипа, сильно ограничивающие возможности ESS ES9038Q2M. Маломощный выход на наушники и какой-то карнавал в плане звучания, в зависимости от выбранного вами кодека. Разница тут довольно-таки ощутимая. Лучше всего аппарат играет по кабелю, а с Bluetooth начинаются прямо очевидные упрощения. В общем, если вы осознанно ищете именно беспроводной ЦАП и рассматриваете его ценовой категорией около 60 долларов, то DAC A4 просто прекрасен. Причем как по функционалу, так и по звучанию. Дороже, конечно, можно найти лучше, дешевле вряд ли. Слишком уж много тут всяких полезных фишечек. Да и звучит аппарат для своей цены очень годно, не хуже DAC A5 Pro. На этом у меня все. Это был AIMA DAC A4. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.